На прямой связи со студией депутат парламента Азербайджана Расим Мусабегов. Расим Манн, здравствуйте, добрый день. Добрый день, пользуюсь случаем. Хочу поздравить всех телезрителей с Днём восстановления государственной независимости Азербайджана. Спасибо большое, Расим Манн, вас также с праздником. Вот как раз об этом и будем говорить с вами благодаря работе, которую на протяжении 20 лет во время президентства Нихамалиева сегодня Азербайджан отмечает праздник с решенной уже карабахской проблемой, свободной от сепаратизма, а также сильной и независимой страной. Если говорить о ключевых моментах в правлении президента, которые привели к такому авторитету и силе страны на международной арене, то что бы вы отметили, Расим Манн? Ну, я вначале, может быть, немного вспомню историю. Я присутствовал в зале Медлим-Азлиса, когда принимался конституционный акт о восстановлении государственной независимости Азербайджана. Я тогда не был депутатом, я был советником в администрации президента Азербайджанской республики, но был в зале. Я видел, с каким воодушевлением это решение единогласно было принято депутатами тогдашнего Верховного Совета Азербайджанской республики. Если в нашем парламенте еще есть лица, которые голосовали за этот акт, это Эльдар Акадимов, это Михаил Забелин. Ну, наверное, еще сразу, может быть, не трудно. Соберусь там халды. Так что, в общем, вклад и нынешних моих коллег в принятие этого решения есть, и я думаю, что правильно было их вспомнить. Ну, и обманываться не надо. Мы тогда приняли конституционный акт восстановления государственной независимости, потому что СССР распадался на глазах. И это уже было очевидно и даже вот консервативному коммунистическому большинству тогда парламенте Азербайджана, что держаться больше не за что. И независимость, она идет, и надо оказаться готовым принять эту независимость Азербайджана. Потому что на территории республики были, допустим, очень много объектов, которые не управлялись из Баку. Так называемая союзная собственность. Это и железная дорога, это и авиация, это и корабли Каспара, это вооруженные техники и вооруженные силы, которые еще были дистанцированы на территории Азербайджана. Нужно было подчинить себе пограничную службу. И вся система газоснабжения, электроснабжения, ну, я уже сказал, железной дороги, они все управлялись центральными ведомствами. И Азербайджан в этом смысле надо было обязательно принять соответствующие законодательные акты для того, чтобы управление всем, что находилось на территории Азербайджана, перешло бы уже в подведен подчинение азербайджанскому правительству. И этот акт был принят. И, в общем, с этого момента начинается отчет независимой государственности Азербайджана, постановленной государственной независимости Азербайджана. Потому что решение это предполагало правопреемственность демократической Азербайджанской, народной Азербайджанской республики, которая, к сожалению, просуществовала 20 месяцев и была, скажем, советизацией прекращена. Ну, и обманываться не надо, поразгласить государственную независимость и обрести ее, это все же разные вещи. И фактически, ведь мы пережили очень сложный период потом в своей жизни, и на грани гражданской войны оказалась разглашенная государственность, и захваченная территория Азербайджана, и практически утрата государственного управления и хаос. Со всем этим пришлось разбираться Гейдара Лива, когда он вернулся по приглашению народа к власти, и он смог стабилизировать государственность, была принята новая конституция. И, в общем, Азербайджан утвердился как бы в своей международной правосубъектности. Ну, достраивать, укреплять азербайджанское государство, сделать его таким, которым мы сегодня гордимся, восстановившим полный суверенитет на всей своей территории, это уже была задача, которую решал президент Ильхам Али. Шаг за шагом это экономическое укрепление, это восстановление всей инфраструктуры промышленной, энергетической, транспортной, социальной, укрепление вооруженных сил, которые, в общем, позволили Азербайджану восстановить полностью территориальную целостность и суверенитет на всей территории. И это все, опять же, я повторяюсь, шаг за шагом на протяжении 20 лет упорного, кропотливого, целенаправленного действия со стороны азербайджанского правительства, парламента, руководимого президентом Азербайджанской республики Ильхам Али. Ну, сегодня мы законно гордимся независимым Азербайджаном. Мы уже больше не, скажем нам, мы прошли ту страницу, когда на нас иногда косо поглядывали, что да, независимый Азербайджан, они могут элементарно восстановить территориальную целостность собственной, значит, государства. Уже больше никто этот упрек Азербайджану не кинет. Азербайджан – уважаемое, авторитетное государство, лидер на Южном Кавказе, и это все, в общем, достигнуто на 20-летнее президентство Ильхам Али. Да, действительно, Разима, послеоккупационный период очень отличается от предыдущего, когда территории находились под армянскими оккупацией. Мы видим, как уничтоженные памятники архитектуры, а также жилые кварталы, мечети и достопримечательности восстанавливаются. Все это по указу президента Азербайджана Ильха Малиева, а сам президент регулярно посещает эти территории и участвует в открытии школ, зданий и жилых кварталов. Это ведь показатель того, что эти земли действительно вернулись к своему истинному хозяину. Конечно, потому что во время оккупации вот те, скажем, бандитские формирования занимались только разграблением азербайджанских городов. Все, видно, в каком они состоянии оставили. Ни один хозяин так относиться не будет. Азербайджан, восстановив свою юрисдикцию на всей этой территории, мы не только ничего не разрушаем, наоборот, мы взяли под охрану, чтобы все уцелело. Ну, там армяне иногда говорят, какой-то там, я не знаю, в Гебраевском районе новодел. Значит, армейскую мечеть, армейскую какую-то церкушку они построили незаконно. И, значит, и то, что Азербайджан убрал, это несовершенно, я скажу, непотребное какое-то здание армейской часовни. Они воздвигают в рамках какой-то проблемы уничтожения армянских культурных ценностей. Полный абсурд. А мечети Азербайджана разрушались. Там свиней держали. И им за это до сих пор не стыдно. Они за это не попросили прощения. Ильхам Алиев выполнил, как он сам сказал, основную миссию своего президента. Это суверенитет полный Азербайджана на всей территории. Флаг Азербайджана в каждом городе, в каждом поселке на всей территории Азербайджана. Эта миссия, ну, очень важная, выполненная. Но есть вторая миссия. Вторая миссия заключается, что эти освобожденные территории должны быть освобождены к жизни. Туда должны вернуться люди, которые там жили. Потому что территория важна именно с людьми, которые будут этот край развивать, которым будут рождаться их дети. Они будут любить и беречь эту землю так, чтобы больше никогда ни одного оккупанта, агрессора, больше этой земли не коснуть. Так что в этом смысле Ильхам Алиев продолжает свою миссию возвращения освобожденных территорий к жизни. Он своим личным участием, тем, что буквально, можно сказать, еженедельно посещает эти территории для того, чтобы подтягивать и государственные структуры, которые работают там, чтобы они выполняли все те задачи, которые перед ними поставлены. А мы в парламенте по обращению президента утвердили бюджет, в котором на восстановление более 4 миллиардов монад выделено. Это большая сумма. И для того, чтобы все работы, которые там делаются, делались качественно, своевременно, вот такой личный контроль, господин президент, я думаю, что ускоряет все работы, которые на этой территории проводятся. Да, действительно, рассматриваем личный контроль, а также под личным контролем происходит это великое возвращение. И мы видим, как эпоха палаточных городов, в которых когда-то ютились вынужденные переселенцы, уже живут в отстроенных заново домах, на восстановленных территориях. И хотелось бы задать вам вопрос, вот эти умные дома, умные города, которые появляются на территории, станут ли они примером для региона в целом, чтобы в дальнейшем появлялись такие города и на других восстановленных территориях? Конечно, не только там. Фактически, господин президент вот эту программу великого возвращения реализует именно на высоком качественном уровне. И понятная цель, потому что беженцы в свое время, внутренние перемещенные лица, большинство из которых были из горных селений, в общем, они, так скажем, с реальными какими-то цивилизацией городской познакомились, будучи в качестве внутренних перемещенных лиц. Сумгаити, Мингячаори, Гянджиев, Баку. Многие родились уже, скажем так, в годы, будучи оторванным от родных мест. И возвращать их туда, сказать, что иди в горную разрушенную деревню и живи там, это невозможно. То есть надо создать такие условия, высокие стандарты жизни, чтобы эти люди вернулись туда и, в общем, продолжали развивать и это место, и свою жизнь. Так что я думаю, что освобожденные территории будут восстановлены таким образом, что это станет образцом уже для того, чтобы и не захваченные врагами территории уже под эти высокие стандарты жизни переустраивали и их. Так что высокие стандарты будут. Господин президент заявил о том, что в 1926 году планируют, что на освобожденных территориях уже вернутся 160 тысяч в прошлом внутренних перемещенных лиц. Вернутся к своим родным очагам, где будут современные дома, экологические, скажем так, с элементами современной зеленой энергетики. Что там будут хорошие школы, там будут хорошие больницы, там будут современные рабочие места. И это все, я думаю, что показатель того, чтобы Азербайджан вернулся на эти территории навсегда. Спасибо большое за ваши ответы. Расима, напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.